Девушки отдыхают Как ваше состояние? Как-то вроде ничего сегодня Давление? По-разному Таблетки не забываем Спасибо Какая милая доктор Здравствуйте Анташ, нам хватит Прости Увлекся Ты меня очень сильно заинтриговал Скажи, о чем таком важно Ты хотел со мной поговорить? Может, сначала вина? Антон, ну не томи И все же я бы хотел выпить За самую прекрасную женщину Которая подарила мне Столько замечательных минут Из которых я был безмертно счастлива Спасибо За тебя А почему был? Потому что Нам надо расстаться Что? Я больше не могу тебя вгонять Ты необыкновенная И ты достойна лучшего И я женат Да? Давно? Да Неужели? Слушай, ты разыгрываешь меня, да? По сожалению Это правда Прости Да пошел Здорово, твои супруги Так значит Вы опять к нам на прием? Да Но мне кажется Что когда в последний раз Мы делали обследование У вас все было хорошо Ну, получается Что без вашей помощи Я уже не могу Ну, мне кажется Что вам рано Записываться в хронические пациенты Вот, мой контингент Знаете, Леночка Я тоже уже не молод По моему, вы напрашиваетесь на комплимент Напрашиваюсь Лена, на самом деле Когда я вас тогда увидел на свадьбе Здравствуйте, Елена Станиславовна Здравствуйте Здравствуйте Спасибо вам огромное за помощь Вы присаживайтесь Я приму вас в порядке общего утили Кто первый? Я Пойдем Спасибо Заня, пап Привет, проходи Слушай, может я позже зайду У тебя там в приемной Народу уйма Так, не говори ерунды Народ может подождать Что это такое? Ну-ка, сядь нормально Я вообще привыкаю к хорошим манерам А они тебе в Англии понадобятся Да ты что? У тебя получилось? Ты почти официально назначен Третьим секретарем в наше посольство В Великобритании А все остальное от тебя зависит Здорово Спасибо Все как я хотел И еще Учись держать себя в руках Ты теперь без пяти минут дипломат, понимаешь? Слушай, единственное У меня проблемка небольшая есть Говори Че-то подожди Да, я слушаю К вам, Семенов, по поводу пресс-конференции Пусть войдет Потом расскажешь, хорошо? Так, где же, где же, где же? Одевайтесь Не знаю По-моему, у вас все в порядке с сердцем Я, конечно, могу назначить дополнительные анализы А может быть, дело не в анализах? А в чем? У вас Во мне? Да Может быть, мое сердце болит от любви? Простите Леночка, может, перенесем наши встречи в более подходящее место? Наши встречи? А как ты думаешь, не пригласит ли Сергея Романовича на твоей традиционной пятничной посиделке? Я буду только рад А уж Елена Станиславовна-то как будет рада Правда? Да, приходите, если хотите, в пятницу в шесть часов вечера Спасибо, Лена Угу Я приду, обязательно Спасибо Пальто, не забудьте До свидания До свидания Что это было? Это был твой будущий муж, судя по всему Где ты его нарыла, а? На свадьбу знакомых Ты что сказал? Да брось Ежу, понятно, зачем он сюда несколько месяцев таскался В общем, я все про него разузнала Кандидат вполне достойный Не женат Бизнесмен Дом у него свой хороший Ты куда-то это все знаешь? Сарафанное радио донесло Ну, ты можешь не волноваться, я все проверила Сведения верняк Ты серьезно? А что? Слушай, тебе сколько лет-то, а? Тебе рожать уже пора А тут такой, ну, это подарок судьбы Да уж Да нет, Сергея Романовича брать надо Ну, такие мужики на дороге не валяются Лена, такие мужчины, как Сергей, на дороге не валяются Перестань, мам Ну, что перестань, что перестань Он человек порядочный, надежный С достатком и достоинством А ты у меня не первой свежести Ты бы себя слышал Ой, кто тебе кроме меня правду скажет? Знаешь, такую желающие найдутся Что ты думаешь, так легко ему было? Он как мальчик целый месяц к тебе в больницу бегал Ну, вообще-то А ты откуда про больницу знаешь? Я ничего не знаю Мама Лена Мама Лена Сергей увидел тебя на свадьбе у Алинки Ты ему понравилась Он постеснялся к тебе подойти И тогда мы с Ниной С тетей Ниной? Да, с тетей Ниной, он ее племянник Так вот в чем дело Мам Так, в том-то и дело, Лена, возьми тарелки Тебе не 17 лет А Сергей, как обжорчится своей первой женой До сих пор себе места найти не может И вы решили нас поженить Ну, почему поженить? Мы решили подтолкнуть Ты же сама себе никого не можешь найти Скажи, а вы с тетей Ниной в первую брачную ночь На постели стоять будете? Лена Мама Лена Мама Лена Мама Неси тарелки Цепь программы нашей партии Ну, а теперь ваши вопросы И прошу меня не жалейте Потому что мне от вас скрывать нечего Вопрос Максим Молотов, Последнее известие Вот вы провозгласили, что основные приоритеты для вас Это повышение уровня жизни населения И борьба с коррупцией Скажите А какие конкретно меры вы готовы предпринять Для того, чтобы достичь поставленных целей? Ну Мы будем добиваться повышения пенсий Зарплат Особенно для работников бюджетных сфер Также мы выступаем за дифференциацию налогового бремени То есть Это когда бедные Будут платить меньше Есть также комплекс мер Направленных на достижение наших целей Вот так Жанна Настовская, газета «Моя столица» Господин Кириллов Как вы подтвердите тот факт Что вы, воспользовавшись вашим служебным положением Устроили на работу в посольство в Лондоне вашего сына? К сожалению, я не занимаюсь назначением на такие должности Но мой сын действительно дипломат Один из лучших выпускников МГИМО Поэтому я считаю закономерным, что именно он получил назначение на эту должность А то, что он бросил свою жену больную вместе с ребенком Вы также считаете закономерностью? Девушка Вы меня, по-моему, с кем-то путаете Вернее, моего сына А как же Антон Андреевич Кириллов Несколько лет назад женился на некой Елене Стасовой Она забеременела от него Он ее бросил После этого девушка, убитая горем, пыталась покончить с собой Ее спасли Но она стала инвалидом А ребенок родился С отклонениями И Антон, зная об этом всем, спокойно едет за границу Интересно, какой образ российского дипломата он там создаст? Знаете что? У нас здесь пресс-конференция А не собрание желтой прессы Какие у вас доказательства? А вы загляните в паспорт вашего сына И убедитесь Скажите, вы знали о жене бе вашего сына? Что вы намерены предпринимать? Какая радость на вашей карьере Господин Кириллович, это правда? Это правда, скажите? Вы, Сергей Романович, знаете, как понравятся женщинам Ну, если бы, Рима Ивановна, если бы Прекрасные цветы Не знаете? А хотите, я вам объясню? Нам нравятся квартиры, машины, бриллианты Достойный заработок Вы, кстати, сколько зарабатываете? Алина Ну, а что, мам? Ничего, ничего Тысяч пятьдесят О, так вы ценный жених А я немного Ну, сами знаете, как у врачей Ну, для женщины же это не важно, правда? Правда Ну, зато я всю семью могу вылечить И готовлю, вот пальчики оближешь Жаркое, курица, салаты, все сама приготовила Мама подтвердит Там мама подтверждает, курицу Можно руками Я вообще хотела, чтобы у вас в будущем не возникало никаких вопросов Я, конечно, не первой свежести Правда, мам? Лена Ну, поглядеть есть на что Вы посмотрите Вот, как вам? Товар лицом Лена, успокойся, перестань Мам, ну не срывай сделку, а? Я еще что Петь могу Я музыкальную школу закончила Мама у нас музыкант Нет, Леночка, нет звука Ой, Марина Нет, нет звука Нет, нет, нет Не надо петь Хотите с танцем? Я танцами занималась Давайте Танго Не надо, Лена Спасибо Садитесь Вы только не волнуйтесь, пожалуйста Леночка Мне все нравится, что вы делаете Правда И вы мне нравитесь Очень Вот Ах, да Забыла вам сказать При всех моих многочисленных достоинствах У меня есть Один важный недостаток Я замужем Леночка пошутила Как замужем? Ну, какой замужем? Ну, ну что Сергей, можно Давайте выпьем Как замужем? Какой замужем? Сергей Иванович Давайте выпьем за Леночку За ее чувство юмора Это от меня А у меня от бабушки Вот За Кирилловым Благодарю вас Римма Ивановна Сергей Иванович Сережа Это какое-то недоразумение Пожалуйста, подождите Ну, вы же даже туртика не попробовали Настроена страна нам Альше Ше Без фальшины Ниццу нам Альше Перейти Ты почему на звонки не отвечаешь? Я не слышал? А вот это вот тебе куплено Для того, чтобы ты не слышал? Че случилось-то? Не знаю Зависит от твоего ответа Или ничего Или катастрофа Ну, покажи мне свой паспорт Зачем? Я сказал Покажи мне свой паспорт Ну, история-то совсем дурацкая Помнишь, мы с Катькой в Москву ездили Когда нас в администрации еще Примеровала Поездка В Москву? А, да-да-да Я припоминаю Ты мне еще ноты тогда привезла Так вот Катя была так счастлива Что вырвалась Из семейных дрязг и забот Тогда в Москве был Концерт Мадонны Мы очень хотели на него попасть Так нету билетов Девушка, миленькая Что значит нет билетов? Подожди Ну, вот нету Мы сегодня утром на сайте посмотрели Там было написано Есть билет Мало ли кто где чего напишет Вон на заборах Сколько чего понаписанного А заглянешь там дрова Ну, может быть, вы посмотрите Мы издалека приехали Нету билетов Сейчас я все брошу Начну смотреть Вот выбираю А вот имущество ломать не надо Не стоит Как вы надоели Простите Пойдем, мы же погуляем куда-нибудь Мороженое поедем Пошли, по Москве пройдем Смотри, какая она огромная Ну, пойдем Ну, нет Ну, пожалуйста Катя Ну, у нас же такого нет Ну, послушай, давай в музей сходим Боишься, да? Боишься? Нет, Катя Пойдем Пойдем Ну, дело не в Москву Пойдем Это как ребенок Ну, пожалуйста Смотри Внимание, внимание Не упустите свой шанс Радиостанция Love Life В честь своего пятилетия Устраивает конкурс Идеальная пара Мы ждем все влюбленные пары Пожалуйста, приходите к нам На наш конкурс От радио Love Life Радиостанция Итак, обязательное условие Все пары, которые примут участие Должны быть женатыми Что ж такое? Такой шанс у меня кавалера нет Кавалер на работе О-о-о Не вспоминай, пожалуйста, о нем Ладно? Ой, смотри Прикольные девчонки Бонжур, красавицы Здравствуйте А это вам Спасибо, я не хочу Я бы Вы даже не посмотрели на него Зачем? Ну, посмотрите Не видите, написано Прекраснейший Я знаю историю про яблок Она плохо закончилась Ну, наш, что только начинается Я вот думаю, конкурсы получат Вы честнете Я за Да? За Я даже сразу Составлю вам компанию Класс Ленка, ребята согласились Получать свой конкурс Пожалуйста Да что тут скучно Ну что, вы уверены, что Идеальная пара? Или может быть это? Нет, все-таки Этот, а? Что ж, сомнений нет Вот наши победители Поздравляю, друзья Призываши Напоминаю При победителем Внимание Билет на концерт Мадонны Скажите несколько слов Своей радости А, я сейчас не раз Я думаю, что это лучший день Моей жизни Да Кто не сомневался, друзья? Вы обещаете нам Классно тянуться? Да мы сомнёмся Да Замечательно Ха-ха Что, поздравляю Приживаться Получить их можете В редакции нашей радиостанции С 8 утра до 5 вечера По предъявлению К штампа в паспорте А я напоминаю С вами было радио Лав Лайн И помните Идеальная пара Может быть только в браке Так, я только не понимаю Чего ты мне Всё время про Катю рассказываешь Я хочу узнать Кто такой Кириллов А.А Я его не помню Помню, что голос был красивый Единственное, что я помню Это то, что у неё были Шикарные золотистые волосы Ну и что было дальше? Да дальше Стас так загорелся Этой идеей билеты получить Чуть-чуть суммы а не спятил Уж очень ему хотелось Оторваться Пока жена с тёщей В Греции отдыхают Ну а ты-то тут при чём? Да при том, что Стас не мог жениться Второй раз при живой жене Вот она начал меня упрашивать Чтобы я ему отдал свой паспорт Мы с ним похожи А у него подруга какая-то В ЗАГСе работает Сказал, что она может За ящик шампанского Штамп шлёпнуть И ты повёлся Он так упрашивал Чуть ли не на колени становился Потом я подумал Ничего страшного Как поженили за деньги Так потом и разведут Когда надо будет Катюшке просто хотелось Пожить жизнью Которую она видела в телевизоре Ты же помнишь Какой у неё муж был А свекровь и того хуже Да, из-за этого Надо было тебе жизнь ломать, да? Она Вытащила мою паспорт Из сумки Ну, конечно Потом извинялась Плакала Говорила, что Стас Всё уладит Что разведёт нас быстро Почему не развели? Они не пришли Мы прождали их У радиостанции Катя договорилась С ними встретиться Чтоб билеты забрать Целый день ждали Они не пришли У тебя всё наперекосяк Лена В общем, когда Стас проспался Его ожидал сюрприз Жена с тёщей приехали Раньше в Рим Естественно Ни на какую встречу Он не попал А этих девиц уже И след простыл Почему ты мне раньше Всё не рассказывала? Да я как-то не парился По этому поводу вообще Потом удобно От барышень надоевших Отделываться Показала бы Штамп в паспорте И всё Отстали Лена Почему ты мне раньше Ничего не рассказала? Мам Ну, умоляю тебя Глупости это всё были Да не хотела тебя волновать Меня волновать? Ты на меня стрелки Не переводи, пожалуйста Меня волновать Ну, не хотела Чтоб здесь сплетничали Я всё-таки врач Тут такая история Ну, потом думала Поеду в Москву И улажу всё А то денег не было А то время Получается Ты женат На непонятно какой Девица из провинции Совершенно здоровый И бездетный По крайней мере Не от тебя, так? Вроде так У тебя есть муж Он москвич Да, и отец у него То ли чиновник То ли депутат Она, кажется В ординаторе училась Замечательно Замечательно, Леночка Замечательно Замечательно Так Поскольку эта история Уже Пролезла в прессу Нужно повернуть её В свою сторону Нужно просто так Эту историю не закрыть Пап, ну извини Эй, дружочек Что значит извини? Ты своими извинениями Теперь не отделаешься У нас среди чиновников Происходят чистки Один неверный шаг И мы из князья попадаем в грязи А мои недоброжелатели Эту ситуацию не упустят Что делать-то теперь? Что делать? Нужно притащить сюда Эту Елену И пусть её Какая-то собака Сфотографирует Живую и здоровую Пусть она Каждой газетёнке Даст интервью Что никаких детей Она от тебя не рожала И к тебе никаких претензий Не имеет А если она не захочет поехать? А если ты завтра Дворником работать пойдёшь? Пап Что, пап? Ты семь лет в институте Штаны протирал Убедить не можешь Дипломат хренов Ну, ну стой Значит так Пока эта история не закончится Никаких интрижек Ты меня понял? Понял Я не шучу Ты меня понял? Да понял, понял Ой Как только в глаза Сергея Романовича смотреть Да Нехорошо получилось Отвратительно получилось Сергею Романовичу Отвратительно Ну ничего Ты всё исправишь Так даже лучше Знаешь, Леночка Ну, у него за спиной неудачный брак У тебя Понимаешь? Странная логика у тебя, мама Жизненная Да, жизненная Зато он тебя никогда не сможет упрекнуть Ну, мол, я тебя взял Если бы не я Ты бы вообще замуж никогда не вышла Как твой отец Мама Лена Ну, мам Лена Ой, Лена Мам, ну Ой, Лена Я знаю жизнь Мамочка Так, Леночка Вот, возьми Что это? Это деньги Я тебе на свадьбу собирала Ну, раз меня на неё не пригласили Мам, прикройте Возьми, пожалуйста Поезжай в Москву И без развода не возвращайся Мам, ну что ты такое говоришь? Лена, возьми Лена Да А я бы на твоём месте Ещё бы компенсация Какой-то получила С этой семейки Здорово, дружище Здорово Только у нас полчаса Тёща умотала в магазин Ей срочно понадобился шампунь для собак Можешь себе представить? Шампунь для собак и срочно Сочувствую Ну давай, не томи Наслаждайся Тёща достала Со своим правильным питанием Веришь или нет Но мне жареная картошка И сосисками по ночам уже сняться Пить тебе тоже дома не дают? Дают Яду Высшей пробы До толстой Совсем встала Красиво тебе идёт Да? Да Хочешь тебе такой замутин Только замуж сначала вынобил А твой-то где? Где сбежал? Ну ничего, зато я не нервничаю Он не нервничает Да Мой тебе совет Хочешь быть счастливым? Никогда не женись Нет, ну ты посмотри, что творится, а? Очень своевременный совет должен тебе сказать Ты про ту историю Ну вот, хочешь верь, хочешь не верь А я с радостью вспоминаю эти дни На Славно погуляли Славно Из-за последствий расплачиваться не надо Всё за мой счёт Старик, ну оно же того стоило? Наверное А я замужем По твоей вине За тот самый яркий момент в моей жизни Самый ужасный, в моей А что ты про мужа моего помнишь? Чего помню Ну что, жили они в районе Красноплесненской А больше ничего Помню, они из Усвятска были Я же тогда творчеством Шишкова увлекался А он как раз из тех мест Ну ничего себе Слушай, точно это? Зуб даю Я тебе даже так скажу Если бы я тогда не начитался Рассказывать Шишкова Об этого мимолетной любви Ничего бы этого не случилось Так вот я кого благодарить за всё это должен Шишкова Правильно Он во всём виноват Он главный владелец А свидетельство о браке Мне тоже Шишков отдаст? Блин А я не знаю, где оно Может у тех девиц осталось? А свидетельство о браке было? Так Ну может быть оно у друга? Как его? Стас? Может в ЗАГСе мне смогут копию сделать? Точно в ЗАГСе? Ну, только до понедельника ничего не случится У них же выходные, одни свадьбы Тебе же архив ЗАГСа нужен А они по стандартному графику работают Ладно Поеду в этот Как его? У Святск Святск? Буду на месте разбираться Давай Всё Пока Спасибо Приятного аппетита Здравствуйте У меня один плацкар до Москвы на ночной Здравствуйте Мне машина нужна Зоологическая 31 Поеду на Ярославский вокзал Да прямо сейчас Вот Пилетик Волк Это лена Самец Сколько стоянка? Пара минут Водичку успели сбегать? Только быстро Водичка, сладкая, газировая, минеральная водичка Водичка, водичка И вот, и венок И вот, и венок Массажиры по вагонам К вось отправляется Оставляемся! Продолжение следует... Все, достаточно. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, я хочу найти Кириллова Антона Андреевича. Тридцать пять лет. А живет, скорее всего, в районе Краснопресненской. Примерно, скорее всего. Поточнее можно? Я не знаю точнее. Ладно, попробую отыскать. Вот, заполняйте форум. Только учтите, данные будут не раньше, чем через две недели. Как? Я сначала должна найти этого вашего Кириллова, потом послать ему запросы о том, что вы интересуетесь. Я его жена, вот. Девушка, да хоть теща. Законы защиты информации одинаковы для всех. Или заполняйте форуму, или уходите. Следующую. Я слушаю вас. Нету, да. Ну, мои хорошие, кушайте, кушайте. Да-да, Игорь Сергеевич, здравствуйте. Разрешите? Здравствуйте. Проходите. Игорь Сергеевич, у меня к вам очень важный вопрос. Насколько важный? Чрезвычайно важный. Ну, рассказывай. Мне нужно найти девушку. Какую? Стасова Елена Станиславовна. Где-то 26-28 лет, скорее всего, работает врачом. Ага. А вот кто тебе понадобился. А ну, быстро отвечай, зачем она тебе нужна? Она, между прочим, она и мастерство у Света вытащила. Так что просто так я в обиду не дам. Ты понял? Я понял. Отпустите, я все объясню. Ну, давай, объясняй. Я ее муж. Что? Я серьезно говорю. Если не верите, посмотрите паспорт. Я ее муж. Муж, говоришь. А я вот что-то не припомню, чтобы она замуж вышла. А мы тайно поженились. Потом поссорились, расстались. Сейчас вот хочу ее вернуть. Понимаете? На этот раз я действительно понимаю. Руки поднял. Да что ж такое-то? Руки поднял! Развернулся. Руки опусти. Ну, оружия при тебе нет. Может, ты действительно нормально? Наконец-то признали. Вот, адрес. Ну, если с Леной что-нибудь случится. Я все понял, ничего не случится. Можешь идти. Паспорт верните. Молодец. Держи. Удачи. Удачи. Держи. Удачи. Сюда нельзя. Что случилось? Может, вам помочь? Влюбилась в козла. Он детей наделал и свалил. Ну, козел. Ну. Ну, вот. Детей не признают, алименты не платят. В Москву уехал. А где мне его искать? А, так это вы оттуда? Да оттуда. Просто. Конечно, он не захочет, чтобы я адрес его узнала. Сам живет шикарно. Денег уже не клюет. Отсусти вообще никакой. Ой, не могу. Валюш, может, поможем? Может, и поможем. Я и хотела детей ему показать, чтобы у него там сердце, что ли, содрогнулось. Я вот Леночку, Любочку и Анюту с Ванюшей подруги оставил. Вот бывает же ж уроды. Сволочь, понимаешь? Да нет, ну, он хороший был. Угу, хороший. В общем, мы вам поможем. Только вы никому, ладно? Ни слова. Нет, нет. Конечно, конечно. Вот потому что с таким мужиком, с ним надо вот так построже его держать. Так все построже. Привязывай полами на улице в минус 30, чтобы все... А вы адрес дадите. Кто там? Вы знаете, скажите, а здесь живет Кириллов Антон Андреевич? А с кем имею честь разговаривать? Я... Я по поводу Антона и его женитьбы. Дать интервью? Что? Как вам не стыдно? Уходите немедленно! А-а-а-а! А-а-а! Как вам не стыдно? Здравствуйте Здравствуйте Скажите, а с Леной можно поговорить? А вы кто? Я ее друг Что-то я вас раньше никогда не встречала Так потому что я у вас никогда раньше не был Простите, а можно вас водички попросить? А то пить хочется, аж в горле пересохло А ее нет Водички? Лены А, а водички? Что еще? Послушайте, я... Нет, это вы послушайте Мы имеем право на личную жизнь А если вы немедленно не уйдете Я вызову милицию Спасибо Вы меня просто спасли А можно еще? Можно А где вы, говорите, с Леночкой познакомились? А я разве говорил? Да Да На курсах повышения квалификации Так вы тоже врач? Да Врач Доктор А какая специализация? Специализации? Да это такая же Как у Лены Кардиолог О Точно Такая вот Сердечная специализация А, собственно, по какому вопросу вы к Леночке? Да Да Понимаете Какая замечательная фотография Да, это фото было в газете Да вы что? Да Вы очень хорошо тут получились Благодарю вас И Лена тоже Вообще Вы так похожи Алло, милиция Девушка, позовите, пожалуйста Начальника УВД А я говорю, позовите Он меня прекрасно знает Я Рима Ивановна Знаменитый хорвейстер Это мама Елена Стасова Рима Ивановна Ну, как же вам объяснять Алло, девушка Бросили трубку Бросили бессердечные Злые люди Бросают в беде Алло, девушка, пожалуйста Не бросайте трубку Алло, девушка Я что, не туда попала? Ой, Боже Руки дрожат Сколько раз говорила Надо купить другой телефон Милиция, полиция Как дела? Хоть вы не бросайте трубку Алло Это очень важно Я не истеричка Я хорвейстер Пожалуйста, послушайте меня Послушайте, не надо милицию Я сейчас все объясню Молчите, аферист Алло, девушка Выслушайте меня Дайте мне объяснить А вы в квартиру? Пробрался, в горы и грабитель Займите, пожалуйста, свое место Игорь Сергеевич Наконец-то Мошенник Пробрался ко мне в дом Это Рима Ивановна Да Он мне представился другом Лены Ну, 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 конечно У вас тоже он был? Да Лены, 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 лены Давай туда! Послушайте, я хотела… Я знаю, кто вы. Вы – представительница второй древнейшей профессии, которая наживается на чужих ошибках. Что вы… На что вы намекаетесь? Я хотела с вами поговорить. Что вам дать? Чтоб вы оставили в покое меня, моего сына? Денег? В смысле? Вон, все равно будет мало. Хорошо, я поступлю благороднее. Я могу вас устроить на нормальную работу. Мне от вас ничего не нужно. Конечно. Вы пришли сюда исключительно из любви к истине. Да? Вы… Вы – напыщенный сноб, который… Который думает, что всем от него что-то нужно. И вы… И вы – хам в своей Москве. Ну, барышня, вы выбирайте выражение. Это я вас презираю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло, пап, ты как хочешь, но я в их дом больше не ногой. Они тут все ненормальные. И девица эта, и мать ее. Антон, не горячись. Ко мне только что приходила еще одна журналистка. Мы должны бросить им кость, чтобы всех успокоить. Пап, это будут мои кости. Антон, я прошу тебя, ты сам понимаешь… Мам, я больше не ногой в этой семье. Лена, ты сначала успокоишься, а потом говори. Мам, да я успокоена. Просто… Никогда. Я не хочу видеть ни мужа, ни его семейку. Что случилось? Мам, они лицемеры и сноба. Они уважают только себе подобных. Я что-нибудь придумаю и разведусь, но… Мне все равно, что скажут люди. Кому яблочки? Яблочки сладкие. Сладкие, вкусные, яблочки. Что, кроме яблок больше нет ничего? Нет, это последнее. У меня все разбирают. А? Сладкие, вкусные. Берем? Сейчас. Еще включи. Да, папа. Я домой еду. Пап, я не буду возвращаться в этот усвяц. Пап, я не буду возвращаться в этот усвяц. Кто тебя вызывал? Что, сам? Да я понимаю все, но я все равно туда не вернусь. Пап, ладно, все, я понял. Да, хорошо. Возвращайся в это болото. А что мне делать? Пассажеры в вас отправляются. Возвращайся. Подождите, что, мои яблоки, что ли? Почему ваши? Потому что я их хотел купить. Уступите мне их. А почему я должна уступать? Это мужчина должен уступать женщине. Я за них заплатила. Отдайте. Если вы не заметили, я первый подошел. Надо было брать. Я понял. Я вам заплачу в три раза больше. Сколько надо? Я вижу, что вы богатые, но эти яблоки не продаются. Какая вредная. Вам нравится вредничать? А вы? Ваш поезд ушел. Ваш тоже! Подождите! Подождите! Стой! Постойте! Подождите! Все! Можно дальше не бежать. Приехали. Приехали! Приехали! У вас паспорт с собой или уехал? С собой. А? Ну вот и здесь опоздали. Закрыто. Что вы на меня так смотрите? Можно подумать, я во всем виноват. Алло. Лена, ты меня слышишь? Да, мам. Лена, ты в поезде? Нет, я не в поезде. Почему ты не в поезде? Мам, я тебе потом все объясню. Лена, а где ты? Мам, я перезвоню тебе. Почему ты не отвечаешь мне? Мам, я перезвоню. Вечно, у тебя все наперекосяк. Слышишь, я перезвоню. Вот видите, ваша мама тоже считает, что вечно у вас все наперекосяк. Ладно, пойдемте. Договорюсь с начальником станции, у них всегда есть пару билетов в броне. Можете договариваться сколько хотите, но поездов до утра нет. Как это нет? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Мам, ну я же сказала, что я перезвоню. Вы куда? К начальнику станции. Надо попросить, чтоб вещи снял. А то уедут, черт вам, кулички. Кулички. Можно? Извините, пожалуйста, вы не могли бы нам помочь. Простите. Простите. Вы меня слышите? Попрошу. Я понимаю, что мы поздно, но мы отстали от поезда. Завтра. Все завтра. Тем более, до утра ни одного проходящего поезда не будет. Нет, послушайте, но у меня там вещи. Вы помогите снять их. А у моего внука сегодня день рождения. Понимаете? Так что прошу. Вы что, издеваетесь? Значит так, уважаемые. Либо вы немедленно покидаете кабинет, либо я вызываю охрану. Борис Ефимович, да? Ну? Очень приятно. Борис Ефимович, мы у вас всего минут десять украдем. Нам просто нужно, чтобы наши вещи сняли с поездов. Это ведь возможно? Ну почему же нет? Все можно решить. Мы же тоже люди. Да вот проходите, проходите. Спасибо. Мы сейчас свяжемся с начальниками поездов. Ну уж, потом вы сможете забрать свои вещи в комнате милиции. Замечательно. Чайко? С удовольствием. Вообще-то могли бы и спасибо сказать. Если бы не я, ехали бы сейчас ваши вещички во Владивосток. Во-первых, если бы не вы, я ехала бы в поезде домой. А во-вторых, вы поощряете взятки коррупции. Ох как! Что вы смеетесь? Помогать людям обязанности этого человека, а не великое одолжение. Буду знать. Юг. Здравствуйте. Здрасте. Загурский. Иван Андреевич. Город Москва. Санэпидемстанция. Вера. Кофе, чай? Чай. И два бутерброда с колбасой. Хорошо. Ну что, Вера, будем делать? А что? Что? Жалобы на вас пришли. Много. Жалобы? Если хотите, я могу вам дать телефон директора. Пусть он вам… Нет-нет, не надо. Жалобы на вас. Лично. На меня? На вас. Мужчины жалуются. Говорят, в чай вы что-то подмешиваете. Мол, как выпьют. Мол. Сразу влюбляются. Вот. По себе чувствую. Уже влюбляясь. Шутите? Я его испугалась, прямо подумала. Ну, простите меня. Чего? Я вам дам дружу с сыром, то что этим уже в обед сто лет. Дай мне. Спасибо. Пожалуйста. Кать. Будете? Нет, спасибо. Ну… Кать, ну вот так вот. Да, я… Симпатичный кто? А, этот… Господи, да ну тебя. Ты лучше мне скажи, ты мне денег одолжишь. А то я боюсь, что завтра на билет не хватит. Зря отказываетесь. Вполне приличные бутерброны. Спасибо, я не хочу. Ну… Ну, маму просить сто раз пожалеешь. Я вам один на всякий случай оставлю, а то буфет закрывается. Нет, не надо. Алло. Не тебе, Кать. Ну, что? Ладно, я поняла. Ну, что с тебя возьмешь? Хорошо, я что-нибудь придумаю. Пока. Алло. Я сбросил, подумал, зачем вам тратить деньги, если у меня безлимитные. Я вас слушаю, Лена. Сергей Романович, я просто хотела… Я не знаю, с чего начать… Вам нужна помощь? Да. А что случилось? Это долгая история, просто… Я поехала в Москву… Ну, хорошо, Лена. Расскажите потом, если захотите. Вам нужны деньги? Да, срочно. Сколько? Тысяча две. Сдросьте мне смс-кой серию и номер вашего паспорта. И не волнуйтесь, я вышлю. Спасибо. Не стоит благодарности. Точно не хотите бутерброда? Нет, спасибо. Слушайте, хватит уже дуться, а? В конце концов, мы с вами товарищи по несчастью. Берите. Что вы пристали ко мне со своими бутербродами? Может, вы мне нравитесь? А вы мне нет. Извините. Кто, что упал по трассе, вы мне приезжайте. Спасибо. Так… Нет. Точно. Привет. Добрый вечер. А что тут сидишь? Когда мы с вами успели перейти на «ты»? Так давай перейдем. Тебя как зовут? У меня нет желания с вами знакомиться. Слушай, давай не будем, а? Давайте не будем продолжать этот разговор. Брось, ну что ты в самом деле? Нет, не пришлось. Слушай, ну что вы? Хватит ломаться. Видали мы эти дешевые фокусы. Что у вас случилось? Тебе-то что? Ну потому что я вижу, что парень-то вы не злой, а ведете себя, извините, как быдло. Че? Как ты меня развала? Молодой человек, молодой человек. Девушка ясно сказала, не хочет с вами разговаривать. Валя, ты видишь, я разговариваю с девушкой. Все понятно. Давай сейчас. Ты пойдешь домой, проспишься, завтра проснешься, в хорошем настроении. Руки убери. Все хорошо. Я прошу вас. Я говорю, руки убери. Пожалуйста, я прошу вас. Что вы делаете? Сыпайте. Как вы? Тебе добро. Ну что? Что вам сказали? Сказали, голова крепкая. Даже сотрясения мозга нет. Ясно. Ладно. Можете не благодарить. За что? За то, что ввязались в эту идиотскую драку? Вообще-то я спасал вас от этого алкоголика. Вы знаете, когда я работала на скорой, мне не такие попадались. И со всеми можно было договориться. От этого и влезли. Слушайте, вам все не так. Поехали. Простите, мы в центр доедем? Конечно, доедете. Спасибо. Сильно? Нет. Согласитесь, пустой троллейбус – это самый романтичный вид транспорта. Ну да, для тех, у кого нет машины. У меня есть машины. Даже две. И что? Песня такая была. Я в желтый троллейбус качу на хаву. Вообще-то у Акоджавы была в синей. Тем более. Так что, да здравствуют пустые троллейбусы. Тебя как зовут? Зови меня как хочешь. Все равно завтра расстанешься. Тогда я буду звать тебя Леной. Почему, Лен? Это именно для меня сейчас очень важно. Ну тогда ты будешь Антоним. Почему? Потому что на определенном промежутке моей жизни это имя значено. Кем ты работаешь? Заканчиваю магистратуру в МГИМО. Специализация страны Северной Америки. А ты? А я врач-кардиолог. Молодой человек, купите букетик. Достаточно? Спасибо, у меня аллергия. Ты что делаешь? Прости. Прости, я не знаю, почему-то я соврала. Спасибо. Ты что, садистка по натуре? Мне однажды такая цветочница, знаешь, как подсуропила. Как? Я еще студентом был. Гулял с девушкой в парке. И вот подошла одна такая. Которая подсуропила? Ну да. И что делать? Не купишь, жлобом будешь. Купишь, пойдешь домой пешком от планерной до баррикады. А это далеко? Ну, к утру дошел. Да. Ты не жлоб. Жлоб. Просто марку надо было держать. Перед дамой сердца. За поезд переживаешь? Не парься. Надо жить проще. Знаешь, как я однажды путешествовал по Европе? Садился в поезд. И сходил в первом попавшемся городе, который мне понравился, из окна вагона. Я не люблю путешествовать. Ты просто не путешествовал никогда. Вон, сейчас едешь из Москвы. Я поспорить готов. Твоя первая или вторая поездка за всю жизнь. Ну и что? Не всем же порхать по жизни, как тебе. Я люблю свой дом и свой город. Я просто привыкла жить по накатанной, и все. Мне важна в жизни стабильность. А таких, как я, считаешь жалкими и потерянными? Да, я не люблю таких, как ты. Вы прыгаете по жизни, как кузнечики. И делаете все не из-за любви, а от скуки. И я ненавижу этот глагол. Не парься. Жизнь дана для того, чтобы париться. Для того, чтобы делать выбор. И если моя жизнь сосредоточена на доме и на работе, это не значит, что она пуста. Дайте счет. Да я заплачу. Подожди. Подожди, чего ты завелась-то? Мы просто разговаривали. Я даже не понимаю, что я сказал такого. Но в любом случае, прости, я не хотел тебя обидеть. Спасибо. Извини, это меня понесло. Да на самом деле, я даже восхищен. Чем? Твоим умением правду говорить. Я так не умею. Я всегда избегаю острых углов. Поэтому ты, наверное, и выбрал в профессии дипломат. Да я не выбирал. Сам бы не захотел, наверное. Почему мы всегда в жизни делаем все, что не хотим? А то, что хотим, по-настоящему боимся. Делать. А тебе никогда не хотелось ночью просто громко закричать? Ну, от того, что хорошо. Ну, или сделать что-нибудь такое, эдакое. Не знаю. Может быть, и хотелось. Давай. Что? Ну, раз у нас все равно есть время до утреннего поезда, давай делать все, что захотим. А? Пожалуйста, давай только в разумных пределах спустись, а? Тебе вообще сколько лет? Да какая разница? Ты же сама сказала, мы никогда не делаем то, что нам хочется. Нам. Не маме, папе, соседу, стране. Давай хотя бы на одну ночь исправим это. В конце концов, все равно завтра разъедемся, больше не встретимся. Не знаю, мне кажется, что это детский сад. Мне с детства хотелось вылезть в чужой дом и пожить чужой жизнью. А тебе? Да. Сейчас увидишь. И куда ты меня привел? Понятия не имею. Слушай, пойдем отсюда, пока нас не схватили. Тебе неинтересно, где он? Судя по всему, это конец девятнадцатого века. Ты дома в музее Шишкова. Откуда ты знаешь? Хорошее образование. Ничего себе. Я восхищен. Да вон там пыльчика. Пойдем, пойдем, пойдем. Не-не-не-не-не. Пойдем поближе. Хочу посмотреть. Давай, давай. Мы побежали быстрее. Там есть кто-нибудь? Знаю. Открыто. Тепло Сто лет назад здесь, наверное, танцевали Слышишь? Что? Ну как что? Музыка? Не слышишь? Так вот он какой, Шишков Ты в курсе, что он воспевал? Сиюминутность желаний и непредсказуемость чувств, как великое счастье А Сэм прожил, наверное, с женой здесь всю жизнь И они стали друг на друга похожи Музыка? 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 Зачем ты меня пугаешь? Здесь столько призраков Пойдем отсюда, мне страшно Пойдем, пойдем А? Ну что ты дверь закрыл? Антон Антон Антон, это не смешно Извините, пожалуйста, извините, я вас запугала, простите Здрасте Вам плохо? Может, воды? Нет, ничего не надо Я врачу вам могу помочь Мы поклонники творчества Шишкова Вон отсюда! Вы пришли посмотреть, какой Шишкову привет Это объект культуры Ну что смешного, взяли человека, напугали Ну обошлось же На вокзал? Алло Да Да, да, Сергей Романович Уже? Спасибо огромное Я как приеду, все вам верну Нет, ну Спасибо Да Хорошо Спасибо Готов поспорить Тебе сейчас больше всего хочется выкинуть телефон в реку Ты что делаешь? Таковы наши правила на сегодня Делай, что хочешь Ну что, продолжай прогулку? А тебе никто не говорил, что ты псих? Ха-ха-ха Хочешь сыграть? Не знаю, я никогда не пробовала Я только видела, как мальчишки играют Значит, хочешь Простите, а у кого жетончики? У вас, да? Дайте, пожалуйста, штучек десять Для начала Спасибо Тут нет никому до тебя дела А даже если бы и было Делай, что хочешь и плевать на всех Откровь they don't ят от Субтитры сделал DimaTorzok Я не пью Почему-то я так и думал, как без алкоголя напит Вкусно Спасибо, я как будто в детстве побывала Мне кажется, надо идти на вокзал Какой вокзал? Еще вся ночь впереди Нет, я... Я тебя не получу Да подожди ты! Слушай, я уже устал сегодня за тобой бегать Но я же от тебя этого не прошу Ну тогда ты уйдешь, а я этого не хочу Я серьезно, если ты уйдешь, я с моста спрыгну Прыгай, там не глубоко, только ногу сломаешь Мы договаривались, я хочу, чтобы ты осталась А, а ты про правила вспомнил? А что, с моста прыгать уже передумал? Вперед! Антон! 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 А я знал, что ты полезешь меня спасать Я тебя убью! Тихо, тихо, ты что? Я тебя убью! Ну хватит, все! Давай паспорт Паспорт Ага Держи Здравствуй Добрый вечер Зонтик, дом забыл Ну да Вам номер? Два А, я боюсь, что... Вот, сейчас Да, к сожалению, остался только один люкс С двуспальной кроватью Будете брать? Я так понимаю, что выбора у нас все равно нет? Увы! У нас тут конкурс проходит «Краса Полесье-2011» А вы почему не участвуете? Я... Сколько с меня? Две тысячи Можно ключик сейчас? Паспорта потом заберем Да-да, конечно Двести семь Спасибо Угу Пойдем Все нормально? А? Странные какие-то отношения Увы, ты сам уж не взять фамилию мужа Эти что ли? Так они даже кольца не носят На самом-то Ну да ладно Ну да ладно Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Счастливый случай, что мы встретились Это судьба Скажи, а это усадьба Шашкова на тебя так не влияла? Слушай, давай куда-нибудь завтра вместе махнем А куда? Да куда угодно Это вроде Восток Говорят, им очень красиво А ты там был? В Европе было, в Америке тоже было, и в Северной, и в Южной. А в Владивостоке не было. А знаешь, я слышала, что в Тихом океане есть одна водоросль, и когда она цветет, то выглядит как золотая монета. И когда ты плаваешь во время цветения, то кажется, что плаваешь золотим. Ну, значит, решено. Да ладно, что, это наша жизнь. Да вы жите так, как мы хотим. Ни час, ни день, а всегда. Давай. Доброе утро. Ваш завтрак. Доброе утро. Кофе. И снова? Бутерброды. Точно. В общем, я все узнал. Поезд во Владивосток через Ковригина идет, но не останавливается. Но здесь недалеко есть станция. До нее можно добраться. Ты никуда не поедешь, да? Почему? Ну, потому что жизнь — это не один вечер, и жить, как хочется, все время невозможно. У нас есть с тобой обязательства, люди, которые от нас зависят, и... Вот так вот все бросить нельзя. Почему нельзя? Ну, ну, потому что мы можем сделать больно. Потому что мы будем страдать, жалеть, вспоминать, думать, что было бы, если бы... Ты права. А как хочется быть неправой. Но ты права. У меня тоже есть обязательства. Я женат. И сегодня я поеду к своей жене. Я сейчас пойду в ванную, а когда выйду, я хочу, чтобы тебя не было. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Даже записи в книге актов не было, понимаешь? Ты можешь просто выкинуть паспорт, заявить об утере и восстановить новый, без штампа. Ты не женат Антоха, понимаешь? Ну, а ты чего хотел спросить-то? Алло, алло, алло? Неважно. Простите, пожалуйста. Я вчера с девушкой приезжал. Вы не могли бы узнать мне ее адрес? Еще раз, пожалуйста. Что? Ну, адрес. Где она живет? Город? Улица? Кто? Где? Да. Простите, я думала, с вами? Что с нами? Живет с вами. Это же ваша жена. Я надеюсь, вам у нас понравилось. Это вам. Спасибо. Можно? Лена, мне ваша мама все рассказала. О чем? О вашем замужестве. Прошу вас. Прошу вас. Если вы хотите… Давайте… на «ты»? Если ты хочешь, я помогу тебе с разводом. У меня есть знакомая в ЗАГСе и в суде. Аннулируем брак два счета. Благодарю. Устала? Очень. Тогда поговорим завтра. Нам есть о чем поговорить. Завтра. О, Ленка пришла. Ну что ж такое, звоню-звоню тебе. Лена, где ты была? Я тебе всю ночь звонила. Лена! Я потеряла с этого. И я уж пришла сказать тебе, что никакого свидетельства о браке не было. Были только штампы в паспорте. Это не важно. Лена, что с этим? С твоим мужем? Мам, завтра придет. Вот. Сама пекла. Спасибо. Наверное, очень вкусно. Да. И очень красиво. Мама подтверждает. Вкусно и красиво. Я уже знаю, что Леночка хорошо готовит, поет, танцует. Холодный чай. Я приду через минутку. Извините, что... Мы ведь уже на ты. Ах, да. Извини, что в прошлый раз так вышло. Пустую. Может быть, ты хочешь узнать обо мне что-нибудь поподробнее? Даже не знаю, что. Но то, что я был женат, ты знаешь? Да. Моя жена была молодая и очень красивая женщина. И любовник у нее был тоже. Молодой и очень красивый. Поэтому ты решил. Что я решил? Нет, ничего. Ты ведь тоже очень красивая? А ты меня любишь? Я думаю, ты будешь хорошей женой. А я, со своей стороны, обещаю быть тебе хорошим мужем. Содержать себя и наших будущих детей в достатке. Я сейчас строю дом. Двухэтажный. Двадцать соток земли. О, да ты жених с приданым. Так что скажешь? Не знаю, это как-то все по-деловому. Леночка, послушай, я тебя понимаю. Ты, наверное, хотела немножко другое по форме предложение, но и все-таки. Ты согласна? Конечно, нет. Простите, что без приглашения? Чаю нальете? Проголодался ужасно. Только что с поезда. Ох, как у вас тут все вкусно. Извините, а вы кто? Муж? Чи? Твой, конечно. Можете проверить. Какой тортик? Как? Когда ты ушла, я вернулся в гостиницу, чтобы узнать твое имя и адрес. И оказалось, что ты уже моя жена. Так, к которой ты собирался ехать? Но я решил не ехать. И первый раз в жизни мне стало не все равно. Я не смог себе сказать, не парься, все будет хорошо. Господи. Да. У тебя ведь был такой знакомый голос. А этот цвет волос тебе идет гораздо больше. Это фантастика. Это судьба. Еще чуть-чуть, и я в нее поверю. Сергей Романович! Сергей Романович! Подождите, Сергей Романович! А что, вы уже уходите? Да, Римма Ивановна, ухожу. Никогда меня так не оскорбляли. Слышите? Никогда, да еще и дважды. А что случилось? Ничего не случилось. Только попрошу впредь вас, с тетей Ниной, в мою жизнь не лезть. Ясно? Ясно. Лена, я понимаю, что все это очень неожиданно, и может быть даже глупо, и что у нас может ничего не получится, но я очень хочу, чтобы мы попробовали. Я хочу. Лена, такие мужчины, как Сергей, на дороге, неважно. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Как оказалось, ваш зять. Мама, это мой муж. Это шутка? Нет, это совершенно серьезно. Я приехал за своей женой. У нас ведь так и не было медового месяца. В Владивостоке. Говорят, там очень красиво. Всего доброго. Лена, Лена. Так вы Киринов, а? А? Лена. Лена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok